МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 872 дня в окружении фашистских войск. В администрации города прошел прием жителей блокадного Ленинграда. Преступление и наказание. Начальник Саровского УВД подвел итоги работы за прошлый год. Цифровая палитра. В детской школе искусств номер 2 открылась выставка педагога и воспитанников медиа-студии «Фристайл». Далее расскажем обо всем подробно. Доверие граждан к сотрудникам правопорядка растет. Больше саровчан стали обращаться в полицию с сообщениями о правонарушениях. На территории города снижается количество преступлений, а их раскрываемость увеличивается. В конце 2018-го, начале 2019-го года мы задержали и привлекли к уголовной ответственности ряд лиц, которые делали погоду на территории города. В настоящее время они находятся в местах лишения свободы. Первое. Второе. Более жестко стали подходить ко всем преступлениям. Практически все преступления у нас возбуждаются в уголовных дела в дежурные сутки. И с первых минут, когда гражданин обратился, начинается работа по данным преступлениям. Полицейские усилили профилактическую работу. Благодаря этому удалось снизить количество преступлений, совершенных ранее судимыми или несовершеннолетними саровчанами. Меньше стало правонарушений, на которые пошли граждане в состоянии алкогольного опьянения. Имеем положительные тенденции в раскрытии преступлений по линии закона оборот наркотиков. Больше привлечено лиц наркоманов к административной ответственности. Могу сказать, что количество зарегистрированных преступлений на территории и количество раскрытых преступлений, преступность на территории Затусаров в два раза меньше, чем преступность на территории Нижегородской области. Также Андрей Чернышов рассказал о работе по борьбе с распространением СНЮСов, которые проводит его ведомство. Много несовершеннолетних в Нижегородской области обратились за помощью к медикам после употребления этих препаратов. В том числе один подобный случай произошел в Сарове. С 1 января продажу без табачной продукции, содержащей никотин, запретили в нашем регионе. Мы установили такие факты и в рамках обыска изъялись это на картину, содержащую продукцию на всех магазинах на территории города Саров. В настоящее время информации, что где-то ее реализуют, нет. Если такая информация есть, мы готовы позвонить им, мы приедем и все изымем. Также ведется работа по борьбе с уличными хулиганами, которые разрисовывают или портят городское имущество. Периодически полицейские привлекают виновных к ответственности. Около 9 тысяч нарушений правил дорожного движения выявили сотрудники Саровской госавтоинспекции на дорогах города в 2019 году. Из них более 250 это управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Пятая часть от этого числа – водители, которые вновь сели за руль пьяными и теперь понесут уголовную ответственность за это преступление. Также в 2019-м увеличилось количество ДТП, в которых пострадали люди. Всего их было 98. Два человека погибли. Такие цифры Александр Косенков озвучил на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. На уровне прошлого года осталось количество ДТП с участием несовершеннолетних – 16-16. И по количеству пострадавших у них детей также 16 человек. Львиная доля этих ДТП – это наезд на пешехода. Их было 13. И три наездного спириста. Всего 16. По вине несовершеннолетних участников дорожного движения зарегистрировано 4 ДТП. Основными причинами автомобильных аварий стали непредоставление права проезда и неправильно выбранная дистанция между машинами. По сути, это несоблюдение или незнание водителями правил дорожного движения. Выросло количество наездов на пешеходов. В прошлом году их было 38. К несчастью, большинство из них произошли на зебре, где, казалось бы, человек должен чувствовать себя в безопасности. Из 38 – 22 на пешеходных переходах. 22. В 2018 году было 15. Если брать те ДТП, которые вне пешеходных переходов, по вине пешеходов, их всего лишь 6. В рамках муниципальной программы городской хозяйства и транспортной системы Сарова в 2019 году установили пешеходные светофоры на солнечных батареях. На остановочном комплексе разместили социальную рекламу по пропаганде соблюдения правил дорожного движения на тему «Засветись». Также в прошлом году на улице города появились новые лежачие полицейские и 520 дорожных знаков. Из них 116 с повышенными светоотражающими свойствами для обозначения пешеходных переходов. Кроме этого, в рамках муниципальных контрактов на выполнение работы по содержанию ремонта автомобильных дорог общего уровня местного значения города Сарова доносилась дорожная разметка в объеме финансирования 5 миллионов 24-5 тысяч рублей. В этом году специалисты департамента городского хозяйства будут проводить аналогичные мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения в Сарове. Чаще всего преступления, связанные с мошенничествами, остаются нераскрытыми. Жители нашего города становятся жертвами злоумышленников, которые живут на территориях других государств, поэтому практически невозможно привлечь их к ответственности. Чаще всего граждане ведутся на уловки в интернете, заказывая товары на сомнительных сайтах. Посылка приходит в Почту России, он приходит, начинает открывать, вместо того товара, за который заплатил 3, 5, 10 тысяч рублей, приходят там носки простые и в довесок для веса еще что-то там лежит. То есть, соответственно, человек заплатил 10 тысяч рублей, цена этим товаром 100 рублей. Часто граждане отправляют стопроцентную предоплату продавцу, а потом тот перестает отвечать на сообщение и удаляет страницу. Также полиция фиксирует много фактов, когда мошенники звонят с номеров, которые начинаются на 495 и представляются сотрудниками банков. Могут назвать по имени и отчеству и задают вопрос. Вы, Иван Иванович, вы сейчас отправляли перевод на сумму 2 тысячи рублей, 3 тысячи рублей, сумма может быть разная, в гражданину Иванову в город Владивосток? Конечно, я никаких действий не совершал. Тогда, якобы для отмены перевода, мошенники просят назвать им все данные карты. Затем к гражданину приходит СМС с кодом подтверждения операции. Он диктует эти цифры злоумышленникам и с его счета уходят все деньги. Чтобы не стать жертвой мошенников, надо в первую очередь не оставлять на странице в соцсетях свой номер телефона. Быть внимательней при совершении покупок и снятии денег в банкомате. Вот мы производим всевозможные оплаты, покупок там, да, и так далее. Мы потом не задумываясь, берем вот этот счет и бросаем его в урон. Я как мошенник поднимаю, открываю, там имеется фамилия, имя, имя, отчество и первую букву фамилии. Номер счета не весь, первые четыре цифры, последние четыре цифры. Мошеннику это достаточно для того, чтобы ввести в возобуждение, что он является сотрудником банка. Правоохранители подчеркивают, что сотрудники банка практически никогда не звонят клиентам. В любой ситуации лучше положить трубку и набрать официальный номер, который указан на вашей карте. Полное интервью Андрея Чернышева смотрите на канале Саров-24 в рубрике «Без комментариев». Проезжая часть стоянки, внутриквартальные проезды, тротуары. При уборке городских улиц это зона ответственности дорожно-эксплуатационного предприятия. В этом году сотрудники организации убирают снег в Сарове в качестве субподрядной организации. Новый контракт на очистку улиц с 1 января 2020 года выиграла компания «Магистральстрой». Хотя автопарк Депо требует обновления, но, как отметил руководитель, техники и рабочих рук хватает, чтобы выполнить работу качественным. 80 человек – это у нас дорожный участок, и 12 человек – это эксплуатационный участок. В общем, около 100 человек убирает это только вручную, а плюс еще механизированная уборка. Днем работает около 20 единиц снегоуборочной техники. В ночную смену с 8 вечера до 5 утра 10-12 машин. Если синоптики обещают сильные метели, то количество спецтехники и рабочих в смену увеличивается. Убирают снег с улиц по графику, но после больших снегопадов – в приоритете дороги, по которым пролегают маршруты общественного транспорта. У нас есть три – первая, вторая и третья очередь. Это первые идут центральные, маршруты автобусов, а потом уже идут вторая и третья очередь – это тростепенные улицы. Механизированный уборка улиц проходит по графику, за которым можно следить на официальном сайте администрации города или портале «Умный Саров». Специалисты ДЭП напоминают, что парковка на улицах в те дни, когда на них идет уборка, запрещена. Большая проблема – машины стоят в проездах, где мешают уборке. Это стоянки забитые. Если бы убирали, не было машин, то это было гораздо проще, легче убирать улицы и также стоянки. По правилам снег с проезжей части нельзя сваливать на газоны. Смешанные с песком и реагентами он вредит почве. Как рассказал руководитель ДЭП, в Сарове дороги и тротуары посыпают смесью песка и соли. Но даже этот состав может нанести ущерб экосистеме газонов. Специальной техникой снег убирает и грузит самосвалы, которые потом отвозят тонны грязной массы на полигон. По тысячу с лишним кубов. Вот когда возим 1200-1300 кубов, я один день приведу, там 1228 кубов – это было позавчера вывезли. В дорожно-эксплуатационном предприятии работает горячая телефонная линия, на которую можно обратиться в случае критической ситуации со снегом на каком-либо из участков города. Звонки принимают по телефону 9-92-18. Валентине Тихоновне Баты было всего 8 лет, когда она вместе с семьей оказалась в осажденном Ленинграде. Совсем маленькой девчонкой она узнала, что такое война, ночные обстрелы и голод. Некоторые моменты врезались в память на всю жизнь. Мы с братом сидели на кровати уже, обесилившие, и вот эти корочки хлеба, которые давал, ну хлеб это 125 грамм уже было, мы как-то старались житые корочки сохранить. Голодных ребятишек надо было кормить. Варили кисель из клейстера и бульон из хлебных корок, который тогда маленькой Вале казался самым вкусным. У нас была такая печурка, и там вот кипятилась вода. И в эту вону бросали вот эти маленькие кусочки хлеба. И вот этот бульон, я говорю, такой бульон я всегда буду пить. В 42-м году их семье удалось покинуть город через Ладожское озеро. С тех пор прошло 78 лет, но воспоминания о тех тяжелых днях до сих пор свежи. Каждый год в день полного освобождения Ленинграда она приходит к вечному огню, чтобы почтить память тех, кто выстоял и не сдался. В этом году вместе с жителями блокадного Ленинграда цветы к мемориалу возложили представители Городской думы, администрации, ядерного центра и дошкольники. Торжественные мероприятия ко дню снятия блокады продолжились в администрации. Со словами благодарности к тем, кто в годы войны жил в осажденном Ленинграде, обратились первые лица города. Огромная благодарность вам еще от нас за то, что вы доносите вот это свое чувство, свою любовь в нашей стране до молодежи, до детей, которые воспитываются на вашем примере. В Сарове сейчас живут 32 жителя блокадного Ленинграда и один защитник города-героя. Всех их наградили памятными медалями к 75-летию Великой Победы. 76 лет назад советские войска полностью освободили от фашистской блокады Ленинград. Блокада длилась 872 дня. По разным подсчетам в городе погибло более 1 миллиона 200 тысяч человек. Почти все умерли от голода. В память о жертвах блокады в нашей стране проходит акция «Блокадный хлеб». Саров не остался в стране, а библиотека имени Пушкина стала одной из площадок, где детям рассказали о том, как жили люди в то страшное время. Мы не только рассказываем ребятам о блокаде, но также предлагаем им самостоятельно побыть в роли поваров-технологов и с помощью перечисленных ингредиентов создать рецепт того самого блокадного хлеба. Режим экономии продуктов питания был усилен с первых дней блокады. Больше всего современных детей поразили нормы хлеба, которые полагали жителям Ленинграда – 125 грамм в день. Муки в хлебе было не намного больше, чем жмыха, целлюлозы, соды и отрубей. Людям давали всего лишь 125 грамм хлеба в день, и они все равно ели это, и они хотели жить. Люди очень голодали, но они терпели, и некоторые люди даже выжили. Но некоторые люди спаслись, вышли из кольца, они пересекали через дорогу жизни. Эта дорога была из-за льда, и каждая машина могла очень легко упасть в воду. Как было тяжело детям, как они жили, то, что их ранили, но они все равно старались жить. Родители, они хоть и тоже хотели есть, но они отдавали хотя бы половинку своему ребенку, чтобы он тоже жил. Заводы и фабрики Ленинграда продолжали снабжать войска всем необходимым вооружением и снаряжением. Работали 13-14-летние подростки, заменившие ушедших на фронт отцов. В блокаду в зоопарке не съели ни одно животное. Работали все школы, библиотеки и другие учреждения. Город не сдавался. Его жители делали все, чтобы жить и продолжать бороться. Еще я узнала, что за билетами в театр было больше народу, чем за хлебом. Потому что люди хотели хотя бы в эти трудные дни хотя бы как-то себя порадовать каким-то спектаклем. Рассказывая о тяготах и лишениях военного времени, библиотекари показывают ребятам истинную ценность всех всех благ, которыми мы обладаем сейчас, но которых не было у жителей Ленинграда. Акция «Блокадный хлеб» в Пушкинке продлится до 30 января. В лицее номер 3 в рамках проекта «Молодые таланты Сарова» торжественно открылся 17-й зимний физико-математический турнир и третий турнир «Юный биолог». Ребята с 8 по 11 класса, желающие выйти за рамки школьной программы, с помощью педагогов из ведущих вузов страны, 10 дней будут углубленно изучать математику, физику и биологию. Основная цель турнира – это встреча талантливых школьников с ведущими преподавателями страны. Нам посчастливилось, что уже 17-й год к нам приезжают одни из лучших преподавателей, это и лидеры национальных сборных, и те, кто имеет результативный опыт подготовки школьника к региональным всероссийским олимпиадам. Помимо лекций, много времени отводят практики. На время турнира участников освобождает от уроков. Семинары, мастер-классы, олимпиады идут целый учебный день с перерывом на обед. Принимаю участие в турнире «Юных биолог» второй раз. Как в том году, я ожидаю высококлассную подготовку к олимпиадам первого уровня, а также некоторые знания, которые помогут мне на экзамене. Этот турнир замечательен тем, что на нем нам дают именно практические навыки, которые могут понадобиться, например, на региональном заключительном олимпиаде Всероссийской олимпиады школьников. В этом году своим опытом с ребятами делятся педагоги из МГУ имени Ломоносова, МФТИ, научные сотрудники в НИЭФ. У нас уровень требований уже к изначальному уровню подготовки все-таки есть, потому что мы проводим занятия не по обычной школьной программе, и в наших занятиях предполагается, что основы такой вот школьной математики, физики дети уже хорошо знают. В последний день турнира организаторы проведут финальную олимпиаду. По ее итогам определяют победителей и призеров. Но для детей, которые занимаются в проекте «Молодые таланты Саровой», это один из промежуточных этапов. Каждый год ребята принимают участие в подобных состязаниях и раз за разом преодолевают новые ступени науки. Я принимаю участие в физико-математическом турнире уже второй год. Первый год был очень полезным. Мы готовились к региону по математике. И благодаря преподавателям зимнего турнира, город Саров очень хорошо выступил на регионе. В этом году я ожидаю того же, что мы получим новые знания, узнаем что-то полезное, что-то нужное. Всем победителям и участникам турниров выдают свидетельства о прохождении испытаний. Но главное для них не это. Их конечная цель – получить такие знания за все годы углубленных занятий, чтобы воспользоваться ими на предметных олимпиадах различного уровня. Успешно сдать выпускные экзамены в школе и без проблем поступить в ведущий вуз на выбранную специальность. Ксения Афонина второй год занимается вокалом в детской школе искусств. Девушка часто ездит на конкурсы, занимает призовые места. Последнее ее достижение – звание лауреата третьей степени на международном фестивале эстрадной песни «Взлетай» в Нижнем Новгороде. Несмотря на большой концертный опыт, перед выступлением Ксюша волновалась. Мне кажется, все перед выступлением волнуются. Любой участник, любой артист даже. Но это живые эмоции. Я не знаю, когда выходишь на сцену, оно пропадает. Вместе с Ксюшей на конкурс ездили и другие воспитанницы вокального отделения детской школы искусств. Василина Афонина выступила на фестивале уже второй раз. В этом году ее соперниками стали вокалисты из Казани, Москвы и Нижнего Новгорода. Оценивали участников Родион Газманов, Дина Мигдал и Константин Бурдаев. Василина представила две композиции на английском языке. Песня «Девинловато» «Стон колд» более сильная. Можно показать свой голос, все эмилизмы, вокализы и так далее. А вторая песня «Тина Терна» «Симпл зе бест» – она зажигательная, яркая, классная. И, судя, что оба развеселились. В Василине присудили два диплома лауреата второй степени. Еще одна воспитанница детской школы искусств Ксения Занина получила диплом лауреата третьей степени за песню «Российский флаг». Для девочки – это первое серьезное достижение и стимул совершенствовать свой талант. В эти дни в Нижнем Новгороде также проходил фестиваль «Твой выход». Саров на нем представила еще одна воспитанница Анжелики Ермаковой – Лиза Шестопалова. Девочка выступила в номинации «Джаз» с композицией «Папа играет на трубе». Мой преподаватель Анжелика Анатольевна очень волновалась о том, как я исполню импровизацию. Но когда я вернулась с конкурса с лауреатом первой степени, все волнения часом пропали. Я сама очень сильно волновалась, потому что было очень много достойных соперников. Они все выступали очень красиво, и исполнение было плавное и очень динамичное. В планах Лиза продолжит работу над песней, чтобы выступить на конкурсе в Казани в мае этого года. Виды Петергофа, Кавказа, Сербии и родного края. Автор фотографий Марии Долина отобрала для экспозиции любимые кадры из путешествий по России и зарубежью. На снимках есть общие планы ландшафтов, а есть только детали, которые отражают общую концепцию города или деревни. Мария в каждую поездку берет фотоаппарат и снимает то, что кажется ей красивым и фактурным. Я очень люблю работу, где моя дочь сидит на Эльбрусе. Очень это была памятная поездка, когда мы поднимались на большую высоту, конечно не сами, но виды там были красивые, она была маленькая, и кадр запомнился. О каждой из представленных фотографий нам может рассказать историю ее создания. Все снимки особенные и сделаны с любовью. На одних много света и воздуха, другие отличаются большим количеством деталей и яркими цветами. Одна фотография почти полностью темная, с силуэтом мужчины. Поймала атмосферный кадр Марии на закате. Это пастух из моей деревни, в которой я выросла и провожу каждое лето, и он очень поет песни. Он стоит на берегу и поет песни, поэтому его видно, слышно. Он очень колоритный человек. Вторая часть экспозиции «Цифровая палитра» – это картины воспитанников медиастудии, в которой Мария Долина учит ребят компьютерной графики. На выставке представлены лучшие работы учеников с 1 по 5 класс. И компьютерная графика, и фотография – это все предметы, связанные с цифровыми технологиями, направления искусства. Это то, что связано с компьютером, с фотоаппаратом, с техническими средствами. Именно поэтому этому и учатся ребята на отделении медиастудии. Есть совсем простые рисунки ребят, которые только осваивают специальные программы. В других уже видно мастерство владения компьютерной графикой. Рисунки такие, можно было бы нарисовать краской, но они нарисованы на компьютере. Что-то там смоделировано в 3D-графике. То есть у нас же параллельное обучение идет. То есть ребята, допустим, сделали макет куклы из бумагопластики, тут же куклу мы повертели через геометрические формы и сделали модель в 3D-программе. Украсили вернисаж, яркие творческие номера в исполнении юных музыкантов. Познакомиться с творчеством преподавателей и воспитанников детской школы искусств номер 2 можно в структурном отделении по адресу улица Московская, дом 36, в часы работы школы, без возрастных ограничений. Восторженная тишина, смущенные улыбки, красочные костюмы и реквизит. Бурные аплодисменты из зала. Во Дворце детского творчества стартовал финальный показ театрального марафона профессий. В этом году он проходит в четвертый раз. Для участия в темпе малыши из детских садов и школьники из начальных классов вместе со своими родителями готовили красочные выступления. Вообще хотелось, чтобы дети с родителями вместе придумали какой-то сценарий, обсудили особенности той или иной профессии, показали интересную ее на сцене и почувствовали себя в роли актеров, то есть познакомились и с театральными профессиями и представили какие-то другие профессии. Всего участие в конкурсе принимало 15 команд. Основной состав участников – дошкольники. На подготовку к выступлению отводилось чуть больше двух месяцев. Необходимо было показать особенности той или иной профессии, используя при этом орудие труда. Причем и профессию, и предмет определяли в ходе жеребьевки в декабре прошлого года. В этом году мы пошли на эксперимент. У нас сначала была жеребьевка, в которой выбрали профессию, и предмет, который нужно обязательно использовать при показе. То есть это либо орудие труда, либо инструмент, с помощью которого тот или иной мастер работает. И были некоторые сочетания, на первый взгляд, кажущиеся странными. Ну, например, мастер по керамике – перескуп. Затем настало время написания сценария. Подготовки реквизита и репетиций на домашних площадках, в актовых залах, в детских садах и в школах. 2020 год народного творчества, памяти и славы, и в том числе год отца. Все это удивительным образом нашло отражение в номерах участников. На суд жюри представили военные профессии, где мужская роль неоценима, а также ремесленные творческие. Мастер по керамике, художник, эстрадный певец. Декорации и костюмы впечатляли разнообразием. Все это с любовью создавалось руками конкурсантов. Мы тщательно каждый год готовимся, тщательно прорабатываем сценарии. Сценарии у нас авторские, эксклюзивные. В них много очень души, эмоций. Сегодня мы будем мультипликационными героями. Наверное, по костюму мы догадались. Совместное творчество объединяет и мобилизует семью. Особенно трогательно, когда на одной сцене выступают дети со своими мамами и папами. Юные актеры, врачи, ремесленники, космонавты и солдаты смогли преодолеть волнение и справились с задачей на отлично. Жюри определит победителей и призеров театрального марафона профессий и выберет лучших исполнителей. Церемония награждения состоится 6 февраля во Дворце детского творчества. Началась музыкальная жизнь Александра Молчана не с гитары, а с аккордеона. Бережно чтя семейные традиции, в детстве он пытался освоить игру на этом народном инструменте. У меня отец играл на аккордеоне, поэтому я, естественно, тоже сначала меня пытались научить на аккордеоне. Но что-то у меня не пошло. Но в то время как раз был ансамбль «Битлз» известный. Естественно, все играли на гитарах. Но я вот как-то втянулся в это. В детской школе искусств Александр Молчан преподает более 20 лет. В эстрадно-джазовом отделении он учит мальчишек и девчонок к игре на гитаре. Сольные концерты дают возможность педагогам продемонстрировать свои творческие способности. В программу выступления Александр включил любимые композиции разных эпох и музыкальных направлений. Во-первых, бах, конечно. Перголези, Сицилиана. Ну, джазовый «Осенний листь» – это джазовый стандарт. Ну, есть эстрадные такие, самбо, тика-тика. В репертуаре Александра Молчана есть произведения его современников. Одно из них – «Водопад», гитарист-виртуоза Валерия Дидюли. Александр не только исполняет композиции известных музыкантов, но и вносит свои изменения в некоторые из них. В собственной аранжировке он представил зрителям английскую фольклорную песню 16 века «Зеленые рукава». Добавлено басовое соло, и потом там есть такие арпеджио, которые мне бы захотелось ввести просто. Ну, конечно, тема осталась. Вместе с Александром в концерте участвовали его коллеги – преподаватели эстрадно-джазового отделения детской школы искусств. Две самые титулованные баскетбольные команды Нижегородской области «Саровский Атом» и «Мотор из-за Волжья» сошлись в классическом противостоянии. Матч держал и игроков, и зрителей в напряжении до самых последних секунд. Первая четверть осталась за хозяевами – 21-13. Сначала мы повели, казалось бы, комфортное преимущество, но несколько ошибок, и команда «За Волжья» уже очко разницы к половине – 44-43. Предсказать исход матча было невозможно. Игроки использовали все известные приемы – шли на хитрость, чтобы одолеть соперника. Ни одна команда уступать не собиралась. «Атом» был серьезно настроен на игру. «Ну как же все понимали, что приедет «За Волжья»? Тут по-другому быть не может. Ну, немножко состава не хватает, неполный состав. Несколько человек получили травму». Наша команда отлично сыграла в третьей десяти минутке. Баскетболисты «Атома» показали надежную защиту, а в нападении забивали все наши игроки. К концу последней четверти, благодаря слаженной работе игроков «Атом» вырвал победу «За Волжья». Итоговый счет матча – 91-84. Следующую домашнюю игру «Атом» проведет 22 февраля. Противником наших баскетболистов станет «Спартак» из Богородска. Стать победителем на Олимпийских играх – такую цель ставит перед собой Никита Родионов. Лыжным спортом он занимается почти 10 лет. В декабре прошлого года сдал нормативы на звание «Мастер спорта». За его плечами много различных соревнований, каждая из которых была особенным. Десятая зимняя спартакиада учащихся в Удмуртии тоже запомнилась. Награды завоевать было сложно. Трасса довольно тяжелая, но мы были готовы к ней. У нас была достаточно хорошая подготовка. Гонки были тяжелыми, но мы все справились, все было хорошо. Самая тяжелая гонка была, наверное, гонка на 15 километров классическим стилем. Индивидуальную гонку юноши бежали в первый день соревнований. По ее результатам, два воспитанника Саровской школы Олимпийского резерва поднялись на предыстал почета. Сергей Шаров стал вторым, а Никита Родионов занял третье место. Очень крутые подъемы, и они были довольно длинные. После них шла еще равнина, и не было возможности отдохнуть. После сложнейших 15 километров на следующий день ребята должны были бежать в спринтерскую гонку. И здесь нашим спортсменам не повезло. Родионов перед финишем упал, сломал палку, в итоге там не попал. У Шарова Сергея там произошла совсем другая ситуация. Там на спуске в забеге падает участник, он за него цепляется, тоже падает, то есть гонка закончилась. За все неудачи на спринте саровские спортсмены отыгрались на эстафете в последний день соревнований. После третьего этапа отставание составляло 26 секунд, но ребята смогли наверстать время и обогнать соперников. Впервые в истории юношеского спорта наша команда заняла первое место в эстафетной гонке. В спартакиадах, которые уже десятые, такого не было точно. И мы еще как раз первый раз за всю историю спартакиад учащихся попали на финал, причем не отдельной командой, а именно, то есть не отдельными спортсменами, а командой. Сейчас подопечный Николай Исидовый активно тренируется и готовится к финалу спартакиада учащихся, который пройдет в Красноярске в начале марта. По словам тренера, к этому времени лыжники будут в лучшей физической форме. Геннадий Киселев с первого класса занимается лыжным спортом. Молодой человек все свободное время посвящает тренировкам. В этом году его выбрали для участия в зимнем фестивале ГТО, где он защищает честь родной 20-й школы. Ну, это честь спать за школу, а также позволяет учить дополнительные балты, преимущества в связи с дачей ГТО и знаков отличия. Геннадий первым на своей дистанции пришел к финишу с большим отрывом, опередив соперников. Секрет успеха прост. Много лет он занимается в спортивной школе «Атом», имеет первый взрослый разряд. Геннадий отмечает, что в нашем городе растет популярность лыжного спорта среди молодежи. Проект был городской улучшением лыжной базы, тоже больше 10 тянулось. Также на выходных часто вижу много людей молодых катается, так что, думаю, у нас все хорошо. Лыжные гонки – это лишь первый этап зимнего фестиваля ГТО среди школьников. Второй пройдет в выходные в спорткомплексе «Юниор». Виды испытаний будут прыжок с места в длину с толчком двумя ногами, пресс количество раз за одну минуту, отжимания для девочек, подтягивания для мальчиков. После завершения второго этапа подведут итоги, победители получат кубки и дипломы. Из детей, показавших лучшие результаты, сформируют команду для участия в региональном этапе зимнего фестиваля ГТО в Лукоянове. Взрослые соровчане этой зимой также смогут попробовать свои силы в сдаче норм комплекса. Также у нас предполагается в феврале сдача ГТО. Это лыжи, плавание, стрельба. Всех желающим приглашаем, пожалуйста. Регистрируйтесь, приходите. Мы всегда готовы принять. Центр тестирования ГТО в Сорове находится в здании бассейна «Дельфин». Телефон для справок 993-94.